обратите внимание что на нашем канале есть вкладочка сообщество нажимаем на эту вкладочку и регулярно у нас здесь проходит голосование вы видите недавно девять часов назад запустил голосование проголосовал всего 112 человек очень мало какой фильм хотите вы посмотреть главный вопрос этого голосования и побеждает фильм потенциальная роль питания в развитии перетренированности и естественно подчиняюсь записываю его остальные фильмы значит руководство по лечению целлюлита улетает на бусти записал его и положил на бусти дальше диетические вмешательства при при повреждении мышц на бусти записал остальные тоже запишу и положу на бусти поэтому кто хочет посмотреть остальные милости просим на бусти вообще втыкайте колокольчик обязательно да вот этот вот колокольчик и регулярно заходите в сообщество и голосуйте перетренированность говорили мы на канале как-то перетренированности в конце фильм всплывет и в середине фильма всплывет ссылочка на него обязательно посмотрите его но вот именно как лечить перетренированность с помощью пищевой манипуляции об этом мы еще не говорили понятно что выходит интересный новый обзор который мы сегодня с вами и рассмотрим и так усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед вперед знание синдром перетренированности возникает после длительного периода перетренированности в сочетании с дополнительными стрессорами где перетренированность определяется как накопление тренировочной нагрузки приводящие к снижению работоспособности и требующие от нескольких дней до нескольких недель для восстановления мышц перетренированность можно подразделить на две это функциональная перетренированность когда все потом восстанавливается и не функциональную перетренированность которая вот как раз приводит к синдрому перетренированности ничего уже не восстанавливается без вмешательства медицинского таким образом трудность состоит в том чтобы понять достигли спортсмен статуса синдрома перетренированности или нефункциональной перетренированности. Разница между функциональной, нефункциональной и синдромом перетренированности зависит от времени, необходимого человеку и организму для восстановления. На самом деле перетренированность обычно требует дней или недель, а нефункциональная перетренированность требует недель или месяцев, а синдром может потребовать месяцев или даже лет. восстановления следовательно синдром перетренированности может быть определен как сообщает sims и коллеги накопление стресса вызвано тренировкой или нет которая приводит к долгосрочному снижению работоспособности с сопутствующими физиологическими или психологическими признаками и симптомами перетренированности или без них при которых восстановление работоспособности может занять несколько недель или месяцев причины синдрома могут быть разнообразными например системное воспаление последующее воздействие на центральную нервную систему включая нейрогормональные изменения депрессивное настроение и чувство усталости кроме того другими причинами возникновения синдрома могут быть истощение гликогена и травма тканей а также повышение уровня цитокинов а также истощение глютамина в мышцах с последующей мышечной болью потерей веса и изменениями настроениями или частыми заболеваниями которые могут сопровождать снижением работоспособности далее идет подраздел патофизиология синдрома и полностью описывается посмотрите цитокиновая гипотеза глютаминовая гипотеза центральная гипотеза утомление значит гликогеновая гипотеза гипотеза вегетативной нервной системы гипотеза окислительного стресса в общем все это описывается все эти гипотезы описываются но но я вас отправляю к нашему фильму по моему только год или два назад мы его записали это симптомы диагностика синдрома перетренированности у спортсмен кто не посмотрел обязательно обязательно прям сразу же включайте и смотрите его и наконец самый важный подраздел так как же нужно питаться спортсмену чтобы не было никакой не функциональный там не функциональной уже никакой перетренированности и вот сразу давайте пойдем жир 30 процентов от рациона углеводы вы видите 60 70 процентов от расчета до рациона протеин молодцы значит 1 и 2 1 и 4 грамм на килограмм боди веса и какие же нужны микро нутриенты здесь витамин а c е цинк и магнезию да соответственно что у вас сразу снижается вы видите все илы тнф альфа но все вот эти воспалительные цитокины все это будет понижаться иммунная система сразу же вырастет в общем все у вас улучшится тестостерон поднимется гормон роста поднимается инсулин подобный фактор рост поднимается усталость пропадает ну и в общем работоспособность повышается получается все очень просто солнце воздух и вода наши лучшие друзья против тренированности поэтому до соблюдайте 30 процентов жира что-то там углеводов столько-то белков витамины минералы и огурцы самое главное да чтобы избавиться от перетренированности если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписываться на бусти в контакт у нас самые занимательные веселые практичны и главное не забывайте жать колокольчик потому что колокольчик вот он всегда звенит что фильм выходит до фильм выходит а вы пропускаете постоянно самое главное у нас значит самые занимательные веселые практичны а главное научные фильмы все пока пока а а